И вот я услышал от брата Василия, его сегодня такой апостолизм, как это, на пословице, что спасение нельзя потерять, его можно просто не иметь. Так вот, сегодняшний первый вопрос, можно ли потерять спасение, и мы начнем с него, потому что это очень важный, животрепещущий вопрос, он постоянно стоит, верующий. Но от которого, от которого, от решения, от принятия этого вопроса, зависит наша полноценная, радостная жизнь, приносящая плод. Радость нашему, если не расплодна. Есть крайне противоположные мнения, вы знаете, и учения по этому вопросу. Вот для меня, лично для меня, достаточно слов апостола Петра, из первого послания, что Бог нас так возлюбил и возродил к расследству нетленному, чистому, неубедаемому, хранящемуся ныне на небесах для нас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению. Все, мне больше ничего не надо, чтобы возрадоваться и возблагодарить Бога. Потому что, если мы рассуждаем над этими словами, Бог меня возродил к расследству нетленному, которое уже хранится в небесном банке. Кто-нибудь, конечно, слышал, что мы из небесного банка что-то украли? Так вот, я говорю, вот это хранящемуся на небесах для меня, вот, для меня. И силою Божией я через веру соблюдаюсь ко спасению. Не силою армии, не силою президента, не силою, там, какого-то, там, Голиафа, там, Божьей силой. Не слою. Силою Божьей. Кто может сопротивляться силой Божьей? Вот мне очень интересно. Соблюдаемых. Вот, соблюдаемых. Ну, у нас на Руси, к великому сожалению, спасение, ну, так мы питались с молоком матери, вот этот общий настрой, общий аромат. В чем я этого? То спасение по делам. Вот так как наши дела, не знаю, несовершенные, да, то, естественно, и Бог их принять в зачет спасения не может. Есть и другая крайность. Что бы ты ни делал, но Бог так милостивый, так благ, что все равно спасет. Есть и такая, есть и такое учение. И, кстати, между прочим, безбожник, атеист Мольтер, уже будучи на смертном отдыхе, в музей, он прокричал просто в небо, а говорит, все равно Бог спасет, это его работа, это его обязанность. И такое есть. Есть учение, что спасение можно многократно утрачивать, и оно может утрачиваться многократно, и возобновляться. Такое есть. Это я недавно совсем опять с этим столкнулся, это у наших адвентистов седьмого дня. У них был раз, опять крещение, опять покаяние, опять все, все по-другому. Суть этого взгляда в том, что человек, обладая свободной болью, может сопротивляться Божьей благодати. Причем это может проявляться как в изначальном отвержении призыва Божия, то есть вот с самого начала, знаете, не верю, если отстаньте от меня, ничего не хочу. Так и в отречении от благодати после пережитого спасения. Это конючек. И таким образом спасение получается, хотя оно и полностью исходит от Бога, это инициатива и дело Божье, но оно какое-то несовершенное и незавершенное. И человеку дано право определять свою судьбу в вечности самому. Вот так вот. Ну и посему, раз Бог может изменить свое отношение к человеку, аннулировав, допустим, дарованное ему спасение, то почему он не может изменить свое решение и не дать ему спасение вновь. Понимаете, да? И до подтверждения возможности гибели детей Божьих приводятся примеры обычные. Ну это отпадение Иуды из Кориота, Симона Монхва, ну кто знает Писание, да? Это Димаса, который возлюбил в будущий век. И Минея и Филита, которые отпали от истины, и слово их как рак распространяется. Ну также тексты, предупреждающие о возможности отступничества и наказания за это. Это обращение к церквям, в прошлый раз в книге Актуалития. Помнили, да? Итак, покайся. А если не покаясь, то приду и сдвину святильник с места его. Или же вот евреям, я подробно сделал. Вот такие тексты, они как бы предупреждают. Смотрите, братья, чтобы не было в вас, в каком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обедование войти в покой его, не оказался, кто из вас опоздал. Есть такие учения, вот, о неоднократном утрате и возобновлении спасения, оно просто для понимания, оно хорошо ложится в наш разум и соответствует идее справедливого воздаяния. Воздаяние по заслугам. Мы знаем все этот закон, кстати, Божий, что спасение человеку и пожил. Поэтому согрешил, отпал, потерял спасение. Покаялся, получил. Ну, то есть, ну, так, довольно логично, правда, да? И Богу отводится здесь роль не спасителя, а, как бы, обвинителя и учетчика-бухгалтера. Вот он раз посмотрел, а, ты сегодня согрешил, вычеркнул тебя из книги жизни. А потом, о-о-о, ты сегодня молодец, ты хорошо учил, ну, пишу тебя. Да, о-о, опять, а-а-а, опять упал. Вычеркнул тебя. Ну, в такой плане, понимаете? Вот. И такая точка зрения, между прочим, имеет своих приверженцев. И как среди простых верующих, так и среди богословов, к сожалению. Но, однако, вот, несмотря на кажущуюся такую простоту и логичность этого учения, она имеет, конечно, очень слабую историю. Ну, во-первых, если спасение можно утрачивать и возобновлять, то и рождение свыше должно совершаться многократно. Но именно то, рождение свыше, возрождение отличает христианство от всех других религий. Именно возрождение. Понимаете, да? Религии по всему миру, все религии, они проповедуют смену курса, реформацию, улучшение, чтобы ты улучшал себя. Они утверждают, что человек идет в ад. И все, что ему нужно, все, что ему нужно сделать, это, ну, развернуться на 180 градусов и пойти в правильном направлении. И все. То же самое происходит, если спасение, понимается, как реформирование. То есть, ну, себя чуть-чуть так подправить, перышки почистить, вот, реформировать. Человек пал, да, он пал, он согрешил, но не до конца, не совсем нет. Да, он приобрел плохие привычки, и все, что ему нужно сделать, это покаяться в грехах. А затем, ему вручают кодекс строителя благочестивой жизни, благочести, и говорят, а теперь старайся жить по этим правилам, и у тебя будет порядок. Ну, понимаете, основная эта проблема человека не в утрате курса, и не в приобретении там, скверных привычек. А в чем? В отсутствии в нем духовной жизни. в том, что он мертв без Иисуса Христа. Понимаете? Мертв. Человек может быть очень религиозным. Он может ходить в храм, там, бить поклоны, свечки ставить, там, одеваться соответствующе, и все, все, все. Ну, допустим, вот как Никодим, который пришел к Иисусу ночью. Вы помните, да, из 3-го года. Он был учитель Израильного. Он был почти что, ну, архимандрит наш. По положению. Он, этот, человек, допустим, может также принять крещение, быть членом церкви, стать членом церкви, Симор Волху, допустим. Он может даже участвовать в активном служении церкви. Как Иуда из Кариума. Он также ходил с учениками, исцелял, творил чудеса, бесов изгонял. И ему доверили даже кассу. То есть, казначение было при церкви. Однако, оставаться живым мертвецом. Понимаете, в чем суть? Никакие инструкции, никакие инструкции, никакие пожелания по смену курса или преодолению вредных привычек не дадут ему духовную жизнь. Потому что сущая земли, земной и есть. Почему Христос и сказал, надо бы вам, негодимо, надо бы вам родиться свыше от воды и духа. уже тот, кто не родится свыше, даже не сможет увидеть Царство Небесное. Но вопрос теперь возникает. А способен ли человек возродить себя сам? А животворить себя? Он захотел и раз и родился. Ну, очевидно, что нет. А как это происходит? Вот есть стихи такие. Бог восхотел, родил нас словом истины. Бог захотел и родил вас словом истины. То есть это слово упало туда и дало жизнь. И вы почему-то меняетесь. Вот тут уже не смена курса у вас автоматически происходит. Потому что вы видите что-то, что вам нравилось, оно уже вам не нравится. И то, что вам хотелось, уже не хочется. Ну, а затем нас мертвых по преступлению. Видите? Мертвые, мертвые по преступлению. Оживотворяются Христом и это называется благодатью и спасением. То есть благим дамам Божьим. Это не от вас. Божий дам. Вот. И вот об этот камень именно о спасении благодати спотыкается так называемая свободная воля. Человек же имеет свободную волю. Он же вправе выбирать. Ну, понимаете, дело в том, что Библия нигде не говорит о свободной воле человека. если все в человеке грех, если он мертв и все в грехе, если он раб греха и дьявола, то может ли быть у него столь великое благо, столь великое благословение, свободная воля? Ответьте мне, пожалуйста. Вот просто логически, вы подумайте, человек, не знающий Христа, он раб греха, так? Он принадлежит дьяволу. Как там может быть свободная воля? И что это за свободная воля, простите меня, если обладая ею, еще никто не захотел прийти к Богу? Что это за свободная воля? Наш портрет написан в римлянном 3 главе 10 стиха. Никто не ищет Бога. Нет праведного, нет ни одного. Все совратились с пути, до одного негодный. Вот это наш портрет. до принятия Христа. До возрождения Бога. Понимаете? Вот это наш портрет, это наша сущность. Вот вы подумаете, если даже человеку спасенному уже, и он обладает благодатью, и ему трудно бороться со своими грехами. И так же, да? Спасенному. И жить по воле Божьей. То как может подобное совершить грешное, испорченное, падшее, свободное воле. Как? Я слышал объяснение такое интересное. И многие принимают, кстати, что в момент Божьего посещения, Бог приходит, воля человека становится в такое нейтральное положение. И колеблется между Божьим призывом и сатанинским влиянием. И вот от того, какой выбор сделает в этот момент воля будет зависеть спасение либо погибель. Но я хочу вас спросить, а что, в человеке разве только одна воля? Больше ничего нет? чувства и эмоции. А, ну, что отличает, да, личность? Воля, чувство, разум, эмоции, да. Так вот, неужели в этот момент греховные разумы, чувства, эмоции ощущаются так, что они становятся способными избрать или отвергнуть Бога? Разве порочность, о которой говорил Дима, первый пункт в кабинете, падение человека до конца, разве порочность не есть неотъемлемое свойство нас людей? Как пятна у барса, как темная кожа у эфиопа. Вот посмотрите, как Иерейн написал. Может ли эфиопляне, если в эфиопе родился, черный, поменять кожу свою и барс пятна свои? Может? Так и вы. Можете ли делать доброе привыкнуть делать зло? если вы не родились, это не ваша натура. Ну, можете детям со своими ту. смотри, я что здесь когда-то сделаю. Незомненно, воля в человеке есть, но она прислуживает, она прислуживает прихотям человека, да? Она управляется дьяволом. И все вот эти призывные тексты писания послушаний заповедям Божьим, вот, например, самый ходовой стих. Там законно все знают. Вот свидетели призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил на тебе, волославение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь. Но эти тексты, они доказывают не свободу воли от него, а ее рабство. ведь цель закона с его чудесными заповедями о любви к Богу и ближней заключается не в том, чтобы невозрожденный человек поупражнял свою свободную волю в добродетелях. Не в этом заключается, а чтобы узнал, что он плотян, что он в плоти живет греховно и продан греху, ибо понимает, что делает, но потому не то делает, что хочет, а то, что ненавидит, то делает. Чтобы он это понял, и чтобы он понял, что не может исполнить закон, как бы он бы ни старался. Никто из людей закон исполнит не может. и чтобы осознал это и понял это, он возобил бы к нему и сказал, бедный я человек, апостол Павел, бедный я человек, кто избавит меня от этого костюмчика, от этого тела смерти, кто? Библия учит, что суть спасения в возрождении. А рождение происходит, опять же повторюсь, не от хотения человека, но от желания Бога. Вот еще одно место писания, где это подтверждает. Евангелие да, которое не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. от Бога родились. Бог затем наделяет чьей-то новой природой, которая любит Христа, верует в Него, этой верой побеждает мир, хранит себя от рукава, не может и не хочет с радостью жить в грехе, не может и не хочет, но стремится к святости, к общению с верующими. При этом Бог влияет на душу так, что она добровольно покоряется Евангелием и преображается святым Духом в новое творение. Я хочу, чтобы вы поняли, что возрождение это оно уникальное. ему нет аналогов во Вселенной. Но где вы видели, допустим, чтобы дикий зверь, ну, допустим, волк лютый, вдруг преобразился и стал облизывать овечек, не кушать их, а облизывать, и щипать травку и подкладывать им. Ну, где вы такое видите? Ну, есть такое природ, или там Львов, преобразился и стал не гоняться за этими антиропами, а наоборот там их... Где? Нету такого. Так вот, Испержин, великий проповедник, он сказал так, быть рожденным больше, намного больше, чем быть сотворенным. Для этого требуется личное участие Бога. Рожденный намного ближе и дороже Богу, чем сотворенный Ей. Поэтому я всегда говорю, надо вам родиться от Бога. и это рождение вы никак не можете не заметить. Ну, как вот ребенок рождает, он кричать начинает, правильно? По попке хлопает, все, он же чувствует, он родился. И вы чувствуете, что он закричал, и так будет очень долго кричать. Так что вот рождение это вот такая штука очень уникальна. И вот почему мы не находим в Писании, что рождение может совершаться многократно в одном и том же человеке. Если возрождение возобновляется, то должна возобновляться и Божья работа по-новой, да, то есть приноситься жертва Христа, опять закажет. Должно возобновляться крещением. Но так как оно является, почему крещением? Оно является свидетельством для мира, что ты возрожден. Однако апостол четко пишет и заявляет в Ефесянам один на спуте на веру одно крещение. Рождение свыше происходит тоже только один раз. Один раз имя человека вписывается к нему жизни. Один раз он запечатлевается Святым Духом. И это как раз раз и навсегда в этом раз и навсегда всегда верили истинные дети Божьи и вдохновенно пели об этом. Кстати, я поработал с песней Возрождения, потому что опять же у нас мы сейчас проходим историю церкви в семинарии. И я вероучение баптистам открыл и посмотрел. Первые баптисты кроме противления властям, имеется ввиду, неподчинения, властям и пацифисты, то есть они не ходили на войну легко и мразили, не брали оружие руки. И перекрещение вот этого они были ничем не отличались. Они были совершенно уверены в спасении. Вот у них такой есть песня Возрождения, кстати, ну знаете, да, этот сборник. Вот. Есть вот такие стихи. Снял с нас закон порабощения, кровь Христос пролил. Вот в чем прощение. Мучен и стерзан в язвах он был, раз навсегда нас искупил. Свободны мы, нам нет осуждения, он уготовил нам наше спасение. Ко мне придите, голос Христа, вы спасены. Раз навсегда. Ну, понимаете, но я когда начал копаться в этом, я просто удивляюсь. Поют одно, провозглашают другую. Так вот, во-вторых, это было во-вторых, если спасение можно многократно терять и возобновлять, то должно быть многократно и крещение духом. Не так? Да? Но, слово Божие нам говорит, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Да? Иудеи, иелин, и рабы, и свободные, и все напоены одним духом. Это говорит о законченном, однократном и неповторимом действии. Сам Святой Дух крестит нас, пооружая верующим телом Христа. А тело, как вы видите, не из одного члена. Так же у нас есть пальцы, руки, уши, ноги, и так далее. Но из многих. Ежели человек то теряет спасение, то вновь его приобретает, это означает многократную ампутацию и приращение члена к телу Христов. Это о чем вы говорили? Ну как вы думаете? Вот ампутировали, прирастили, ампутировали, прирастили. Это было бы, я думаю, что это говорило бы о том, что Христос обладает, ну не обладает способностью сохранять свое тело от увечий. Ну так от зла. Но это же абсурд. Абсурд? Абсурд. Из молитвы Иисуса 17 главы Евангелия от Иоанна мы видим, да, вот он, когда я был с ними в мире, я, что? Соблюдал их во имя Твоих. Тех, которых Ты дал мне. Опять-таки, Ты дал мне, не те, которые приблудились где-то там. Но Бог предвидел и дал этих людей. Дал их мне. Я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели. Досбудется Писание. Аминь. О способности Бога сохранять спасенных своих детей пишут их все, собственно, апостолы. Они затраивают это. О Петре я вам уже называл, да, что силою Божию сохраняюсь ко спасению. Теперь давайте Иуда один. Могущему же соблюдите вас от падения могущему и поставить перед славой непорочными радостями. Бог может и это делает, спасает вас от падения. И Петра Никитова Павел пишет. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит эту лукаву. И Тимофею. Избавит меня Господь. Это он себе пишет. Павел от всякого злого делал и сохранит для своего небесного царства. Ему слава в веку веку хамить. Это в этих словах сквозит просто уверенность в Боге. В каком он? Уверенность в том, что он знает тебя, любит тебя и он сохранит тебя до конца. В-третьих, если спасение теряется и возобновляется, то это означало бы многократное изменение предвечного Божьего плана. Божий план записан римлянам восьмая глава. Вот давайте. Ибо кого он предузнал, тем и предпределил быть подобным образу сильно своему. А кого он предузнал, предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аминь. Где тут действует человека? Вы что-нибудь увидели? Что ты сделал для этого? Брат Васильев, ну ответь, честно. Ничего, да? Как видим, спасение начинается с решения Бога, а не человека. Ибо кого он предузнал, тем предопределил. Бог без ошибок в своих решениях. Знаете? Почему? Да потому что ведомо Богу от вечности все дела его. У нас голова идет кругом, когда мы вот эти стихи читаем, мы не можем сказать, ну как это? Все дела ему ведомо от вечности и до конца. Но мы верим, что Бог такой был. Если он предопределил чемуся быть, то оно непременно будет. Предопределение выражает себя в определенных действиях последовательных. То есть призвание, оправдание, это термин юридический, да? Оправдание и прославление. Причем глагол прославил стоит в прошедшем времени. Вы обратили внимание? И прославил. Тех и прославил. Почему? Да потому потому что дело спасения для Бога уже завершено. И еще одно интересное наблюдение. Предопределение произошло прежде создания мира. Так как Он избрал нас в Нем в Иисусе Христе прежде создания мира. Ну тут вообще голова кругом идет. Но Бог так нам говорит. Вы этого еще не понимаете. Но вы примите это с радостью и с благодарностью. И у вас будет другое сердце. И у вас появится уверенность, которая даст вам радость, силы жить в этом мире. Божье знание это абсолютное и совершенное знание всего, что было есть еще в мире. И в упомянутом тексте, который мы сейчас читали, число предузнанных равно числу призванных и прославленных. Таким образом, никто не потеряется на пути в вечность. Аминь? И как может быть иначе? Ну как может быть иначе, если Господь есть альфа и амега нашего спасения. То есть начало и конец нашего спасения. Он есть альфа и амега. Отрицать эту истину значит исповедовать либеральное богословие, согласно которому Бог не все знает о свободном выборе человека. Он не все знает. И поэтому он реагирует на действия людей, на его решение подстраивается под них исходя из ситуации, а не из своих предвечных планов. Ну это глупо, да? Ну кто я и кто Бог? даже в общем чтобы закрыть этот вопрос мы вначале должны избрать одно из двух. Либо спасение не теряется, либо теряется без возврата. Ну хотя бы так определиться. Вот. Но предполагать его многократную утрату и возобновление нет никаких библейских оснований. Да? Вот. Теперь я опять же вернусь так как моя дипломная работа диссертация была о зарождении и развитии протестантизма в России. И вот я вспомнил что изначально в России господствовала первая точка зрения. То есть придерживались этого спасения нет. Невозможно быть. В 1876 году Павлов это отец русского баптизма перевел гамбургское исповедание с немецкого языка для наставления закалказских общей. Украина она немножко вот почему она потом вот она посередине и поэтому дало влияние и туда на север и сюда. Там преобладала Менонитой. Мена Сименс такой был который как раз он был анабаптист и не верил в окончательное спасение. Так вот это предыстория. И вот что он пишет в этом документе который для наставления этих общин за Кавказией. Те лица из погибшего рода человеческого которые с благодарностью примут искупление они избраны отцом небеса. И имена их будут записаны на небесах а сами они будут преданы в руки искупителя как его народ за который он положил свою жизнь. Искупленным будет дарована вечная жизнь во Христе Иисусе и в то же время предопределены все средства которые должны привести к вере в Иисуса к святости и наконец к вечному блаженству. Вот так вот наш отец российский отец веры изложил это и уверенность спасения я говорю продолжалась я посмотрел в духовных песнопениях этого братства в более ста гимнах сборника вот этой песни возрождения которые кстати пользуются и пятидесятники очень да наполнены упоманием на благодать Христа наполнены вот я приведу некоторые из них номер 29 если у кого есть дома посмотри на вечном основании душа утверждена в обители отцовской Христом водворена его я имя славлю опоры нет другой он первый и последний Христос спаситель или еще один не даст он посредиться мне в надежде на него и не оставит на земле меня он одного во всем что мне он обещал он тверже чем кремень он сбережет пославный день что я ему отдал аминь вот петь то поют вот меня что напрягает что петь то поют и до сих пор поют ну куда делась вера в то в что поют понимаете они поют а потом спрашиваешь у этого человека ну а ты веришь что ты спасен ну может быть ну это ну как это так если наши предшественники пронесли это исповедание уверенности вечного спасения через царские через советские гонения через гулаги да тюрмы неужели нам нечему у них поучить ну неужели нам к лицу вот этой песни страха там может быть если вдруг я хочу чтобы мы знали вот я я такую подборку сделал залог что является залогом гарантии сохранности спасения верующих вот давайте первое это воля небесного отца почему вот Иисус сказал да что тех которые мне дал отец я всех сохранил так же да а воля отца какая в нем и мы сделали с наследниками был предназначены к тому мы сделали с наследниками вечности да к тому по определению совершающего все по изволению воли своей да очень конечно можно сказать витиевато Павел сказал но зато очень мощно был предназначен к тому по определению совершающего все по изволению воли вот такой у нас отец и такова его воля да чтобы потом голговский подвиг Христа вот ибо одним приношением то есть себя да в жертву что навсегда сделал совершенными освящаемых не на время не на чуть-чуть не с каким-то условием одни приношения я сделал освящаемых тех которых мне дал отец навсегда совершенными аминь так дальше ну новая природа верующих те кто покрести тут новая священническая ходатайство и ходатайственное служение Христа потому что он есть ходатай нового завета он наш священный он сидит одесну Бога и ходатайствует за каждого из нас это очень важно знать потом предупреждение и обречение Божьего Слова то есть само слово из-за мечтаем оно нас наставляет оно нас ведет оно нас ограждает и так вы возобранные будучи предваренные осел берегитесь чтобы вам не увлечься заглуждениями беззаконника не увлечься сколько у нас сейчас беззаконников тьма столько учителей столько пророков дослушайся просто ну смотрите не увлекись беззаконника и чтобы вам не отпасть от чего от спасения нет чтобы вам не отпасть от своего утверждения в том что вы в чем вы стоите в утверждении в вере дальше водительство духа опять-таки это залог это гарантия нашего спасения ибо все водимые духом суть цены Божьи я удивляюсь пятидесятникам вот удивляюсь просто у меня есть дар иных языков аллилуйя слава Богу ты спасел не знаю ну а зачем он тебе тогда дан этот дар он же есть свидетельство так же да что ты сын Божий не знаю и я не знаю ну и конечно же Божий наказание это тоже гарантия сохранности спасения верующих это вот евреям 12-11 всякое наказание ныне кажется что нерадость опечали но после наученным через это наказание доставляет мирный год праведности мы это все знаем да 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 скажем да да но в связи с этим возникает если писание вера наших предков говорят что спасение определено раз и навсегда то для чего же написано я видел я с разных сторон я позицию освещаю и чтобы не говорили что я только бью одну точку вот я какой почему написаны многочисленные предупреждения об отступничестве разве христовые младенцы не склонны колебаться от всяких ветров же учения разве не уклонялись от истины галаты которые были рождены павлом да а колосяне разве не подвергались обращению философии законничества мистицизма учение христос плюс то есть христос хорошо но надо еще что-то туда обрезание привлекли неужели не переживал павел за верующих каринзе вы помните во втором послании чтобы змеи не простил их как молился почему а все потому что греховная плоть спасенных еще очень и очень сильно да вы с этим согласны греховная греховная плоть в нас она никуда не делась и она не улучшается вот что дело опасность отступления реальна конечно мир плоть дьявол постоянно атакуют верующих и предупреждение писания играет охраняющую дисциплинирующую роль но не запугивающую понимаете охраняющую и дисциплинирующую чтобы вы бодрствовали вот мудрость человека вневлет этим предупреждением а глупому они покажут что излишне да и это кстати Господь показал в притче о двух строителях вы помните дом одного устоял когда наперли ветры там он устоял почему потому что он построил его на камне а у второго все разрушилось потому что он построил по своей глупости на песке вот мудрость первого что он слушал понимал принимал это причина устойчивости здания а глупость второго причина трагедии остался без дома так что вопрос спасения упирается изначально состояние нашего сердца преображено ли оно Богом или нет возродил ли вас Бог или нет рассмотрим примеры давайте сейчас божественных угроз большая проповедь я обсадываю примеры божественных угроз и то как они влияют на цель вот самый страшный стих и самый такой который всегда приводит а вот написано давайте прочитаем евреям 6 4 ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого 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 бог святого и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние когда они снова распинают себе сына божьего и ругаются аминь страшный стих правда да вот кого конкретно ну в общем этот стих вот когда я был в Питере вот на прошлой неделе да этому стиху посвящена была целая двухчасовая лекция поэтому я вам буду потом мы расстрактуем более подробно но сейчас я вам скажу самую главную кого конкретно из адреса там послания апостол Павел имел ввиду а? евреи ну естественно раз и послание евреев а только евреи да этому подвержены больше никто да? все подвержены молодец хорошо никого никого он как бы абстрактно так пишет просто он предостерегая верующих от отсутствия показывает с каким ужасными последствиями они столкнутся и к чему это может привести понимаете? вот и знание об этих последствиях остережет именно детей божьих от роковых шагов понимаете? что касательно реального состояния этих верующих евреев сестра сказала то оно было далеко не такое плачевное как здесь вот читаем чуть ниже впрочем о вас возлюбленные он пишет тут же в этой жилове мы надеемся это же вы в лучшем состоянии и держитесь чего? вот это якорь который уходит туда за завесу там где держит его Бог держитесь спасения хотя и говорим так ибо не неправеден Бог чтобы забыл дело ваше труд любви которую вы оказали во имя его послужил и служа святым аминь так что основная цель этих запугивающих текстов предупреждения чтобы вы бодрствовали а не засыпали на служении бодрости если все таки Дитя Божие приступает повеление Божие оно будет непременно обличено святым духом лишено общения с ним ну а мы знаем как это тяжко когда Господи дадишь ты почему ты скрыл лицо почему я не ощущаю и так же это воспитательный мир если же и этого христианин не поймет и не примет он будет наказан знаете чем вы этот текст знаете все немощью болезнью и даже смертью чтобы не быть осужденным с миром понимаете да Бог допускает даже эти страшные наказания для того чтобы ты был спасен чтобы не был осужденным с миром не пошел в ад для Бога самое главное где ты будешь проводить вечность а не как ты проведешь здесь у нас у нас же очень много я всегда вспоминаю эту притчу о богаче и лазере я смеюсь да все у нас почему-то хотят прожить жизнь как богаче ну гореть как лазере но так же да блистательно есть и пить одеваться в порфиру и висон туда-сюда вот но туда чтобы отнесли на луну Аврамова да вот это у нас есть такое но конечно у детей Божьих ум могут быть временные падения потому что я вам приведу такой пример что после Соломона по-моему уже удивляться ничему не стоит да сын колонн сын Давида да великого пророка псалмопевца да мужа по сердцу Божьей да сам автор трех библейских книг да а дело что написано наимудрейший человек на свете прежде не было такого и после не было наимудрейший с ним разговаривал сам Бог вот так лицом к лицу в старости что разворотился стал поклоняться всяким мыдовам оставки боения неба и другим божествам да однако было это отпадение его окончательным ответьте мне пожалуйста наоборот встретимся ли мы с Соломоном в вечности ответьте потому что о нем сказано наперед о Соломоне сказано второе царство он сказал а потом ты Давиду и пообещал Давиду и я буду ему кем отцом и он будет мне сыном если он согрешит я накажу его да я накажу его он и так ушел очень рано ударами но милости моей не отмени от него аминь вот что значит милость превозносится на суду вот что значит а ученики Христа взять они проповедовали смело в диваны ходили врачевали больных там изгоняли бесов ну вот наступил трудный момент и что все и предали оставили своего благодетеля впали в неверие в панику да а Петр даже отрекся сколько раз трижды да трижды но разве они потом не были прощены в восстановленной двери мне всегда нравится опять я на Пасху это всегда вспоминаю когда женщины пришли к корову да и вот Ангел что вы удивляетесь ну он же вам же сказал что на третий день да пойдите скажите ученикам и Петру я я просто вот какая любовь Божья понимаешь пойди скажите ученикам и Петру потому что Петр в самом таком состоянии самого ужаса и Петру что я воскрес и жду и ожидаю в галереи вот любовь разве коринский блудник вот этот был наказан Павловой церковью чтобы ему навсегда погибнуть а не для того чтобы его дух был спасен смотри предать сатане Павел сказал возбуждение плоти чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса чтобы все так он был спасен Бог использует я ну это я хочу обозрить вас использует даже наши падения нам во благо да Бог использует и силен это сделать наши падения наши грехи нам же во благо посредством плохого Бог остерегает нас отхудшие отхудшие вы знаете вот я точно знаю что сестра Виктория она читала автора Павел Билхаймер это немецкий пастор он погиб в застенках гестапо в концлагере в 45 году уже вот было освобождение вот он написал такие слова бывает что Бог дает возможность своему слуге достичь величайших духовных успехов и в течение многих лет вся жизнь этого человека словно бы превращается в сплошную благодать и успех каждый шаг его каждое усилие благословенное но затем вдруг Бог допускает невзгоды человек оказывается духовно сломлен божья работа которую он прежде выполнял кажется ему бесполезной это непостижимо но Бог имеет на то свое основание неудача превращается в успех в каждом неуспехе есть свой успех это Бог ведет и когда мы принимаем это как от Божьего это всегда благословение для некоторых понимаете провал это единственный путь к которому они могут прийти в себя и вернуться к Богу аминь аминь вспомните блудного сына пока не дошел до свиного корыта который и оттуда не давали есть он что пришел в себя и сказал встану и пойду к концу да Богу дай смотришь ты уже был там тебе не надо объяснять ты говоришь аминь на это ну ладно иногда крайнее горе катастрофа полное разорение или там болезни необходимы для того чтобы воспитать в нас кротость смирение сострадание самоотверждение дабы подготовить нас для высшего блага ибо опять же я повторюсь действия будут направлены на вечность чтобы здорово блаженство в вечность когда христианин грешит и не испытывает Божьей христианин христианин